здравствуйте дорогие мои друзья вы находитесь на канале светлый гороскоп и с вами я ваш личный астролог борисова светлана станиславовна и сегодня дорогие мои рыбки солнечные асцендентные и лунные рыбки этот гороскоп для вас на август месяц 2021 год ну что ж дорогие мои если вы не знаете как самостоятельно рассчитать свой асцендент или луну вы всегда можете обратиться ко мне на личную консультацию вайбер ватсап telegram вы найдете в описании к этому видео и мы рассчитаем ваш асцендент луну составим натальную карту а также можем сделать астрологический прогноз на год или на тот период на который вы сами захотите итак дорогие мои рыбки начнем мы с того что август месяц он будет совершенно отличаться от предыдущих трех месяцев он будет более спокойный чем май июнь и июль мы будем заниматься с вами повседневными делами марс будет в деве практически весь месяц и это затронет ваш седьмой сектор гороскопа седьмой сектор это а партнерские дела это может быть это еще называют сектор брака и также ваших клиентов ваших оппонентов марс всегда вас подстегивать будет на какие-то конфликтные ситуации на какие-то действия на какие-то поступки и здесь самое главное не переборщит они парень переборщить да если вы цените дорожите отношениям со своим партнером то лучше всего не ругаться а вот эти вот действия которые вас подталкивает марс направить на какое-то созидательное в созидательное русло может быть заняться спортом пойти куда-то в поход да вот выброс вот этой энергии что касается ваших клиентов тоже если у вас клиентская база то весь месяц клиенты будут вам попадаться привередливые с какими-то претензиями или может быть вы недовольны будете своими клиентами но а здесь самое главное дипломатия еще раз дипломатия ну а кто как не вы дорогие мои рыбки знают про дипломатию рыбки это по моему самый дипломатический знак во всем гороскопе но не в обиду другим много очень знаком дипломатов но рыбки да это точно это факт и так солнышко во льве до 23 августа будет в вашем шестом секторе гороскопа шестой сектор это ваше здоровье работа также еще здесь у нас домашние животные причем это все пройдет на целый месяц целый месяц мы будем рассматривать именно эту позицию вас ваше здоровье работа да ну естественно солнце она показывает высвечивает ваше прекрасное настроение хорошую работу это хороший день для того чтобы вы устраивались на работу если вот вы устраиваетесь или хотя бы если вы раньше устраивались и именно этот день что будет запишет вам в трудовой книжке в этот день прекрасно у вас будет складываться отношения с вашим руководством с вашими коллегами вы можете проявить себя наилучшим образом на работе что касается обучения то же самое проявляете себя наилучшим образом тем более кто сдает экзамены это хороший день для сдачи экзаменов каких-то 1 августа смотрите еще раз возвращаясь хочу все таки и возвратиться что солнце до 23 августа возьмите ручку запишите вот эти вот все даты запишите поэтому это прекрасный месяц для поступления в вузы устройство на работу проявление себя на работе здоровье замечательное также вы можете целый месяц заниматься своими домашними жемотными или брать кого-то целый месяц до 28 числа а вот 1 августа солнышко соединяется с меркурием это также затронет ваш шестой сектор гороскопа ну здесь конечно вы должны вспомнить какие у вас были планы и идеи 10 11 и 12 июня вспомните первую половину июня какие планы проекты у вас были и сейчас 1 августа они будут на но скажем не реализовываться а на начало реализовании этих планов начало воплощение этих планов вы будете уже расставлять все по полочкам обдумывать конкретно как это все будет происходить что нужно для этого сделать со 2 по 4 августа солнце делает оппозицию к сатурну и сатурн это политическая они это социальная планета и здесь больше будет политики на политическом уровне на выходить у людей может появиться неверие в себя потому что будут какие-то ограничения со стороны государства и наверняка будут просить qr-коды все люди будут возмущены да вот какое-то такое возмущение будет у вас это коснется 6 и 12 сектора гороскопа 6 сектор от на это ваше здоровье работа домашние животные 12 это ваш дом кстати рыбки и вы себя очень уютно там чувствуете это дом уединения дом заточения дом одиночества дом паломничества может быть вы захотите побыть один или одна захотите поехать с на туре или на необитаемый остров но вот эти вот оппозиция связано шестом дом может быть здоровье не будет позволять или работа вам не даст поехать туда вы захотите уединиться а вам нужно выходить на работу и вот здесь вот такой дисбаланс у вас будет наблюдаться 7 да вот еще 4 августа 4 августа меркурий делает квадрат к урану а квадрат это всегда напряженный аспект квадрат это знаете как некая ступенька для кого-то это камень преткновения для кого-то это ступенечка меня чтобы подниматься наверх и затронет этого 6 и 3 сектор гороскопа тоже конфликтная ситуация напряженная 6 это работа здоровье животные домашние и 3 это ваше близкое окружение братья сестры соседи кстати автомобили вот здесь лучше всего конечно в этот день не садиться за руль не покупать автомобиль если вы ну продавать наверное можно да хотя вы не получите столько денег сколько хотите в этот день покупать не советую автомобиль а потому что выберите не тот не подходящий или какие-то проблемы потом будут будет доставлять автомобиль не стоит куда-то передвигаться в этот день какие-то и короткие путешествия например на пикник или за город выход или еще куда-то вы захотите не стоит ссориться с соседями с братьями и сестрами потому что конфликтная такая напряженная обстановка будет наблюдаться а может быть из-за вашего здоровья или из-за вашей работы может конфликт быть с соседями или с вашими братьями и сестрами в эти в этот день 7 августа солнышко делает напряженный аспект курану и квадратура квадрат еще раз говорю так как ступенечка можно как камень преткновения считать да кто не любит работать ну или пойти наоборот вверх трудиться кто трудится тот пойдет наверх это могут быть не не предвиденные неожиданные какие-то знаете ваше решение или траты денег или еще что то вас затронет 6 и 3 дом у сектор гороскопа как я уже сказала что это может быть связано либо с работой ваш ваши братья сестры будут высказывать недовольство по ваших по поводу вашей работы или же по поводу вашего животного или по поводу вашей работы будут недовольство высказывать ваше близкое окружение братья или сёстры, или соседи, например, да, или по поводу вашего здоровья будут вам навязывать там, что нужно делать со здоровьем, вам это не понравится, что они вмешиваются в вашу личную жизнь. Вот что-то здесь такая вот будет какая-то напряженная обстановка. А 8 августа будет пик, врата во Льве, и ещё плюс Новолуния во Льве в 17 градусах. Об этом событии я запишу отдельное видео обязательно. Этот день, конечно, нужно провести спокойно дома, потому что Новолуния, оно всегда, знаете, лучше помечтать, помедитировать и подумать об исполнении желания, но не делать что-либо. У вас это затронет шестой сектор гороскопа. Может быть, это новая волна. Новолуния – это новая волна, новая энергия. Это что-то свежие идеи. Может быть, у вас появятся свежие идеи по поводу вашей работы. Либо вы что-то привнести новое захотите на вашу работу, либо поменять, обновить работу. Либо что-то вас подвигнет с вашим здоровьем, пересмотреть здоровье, заняться спортом. Или, может быть, сменить медикаментозное лечение на гомеопатию или ещё что-либо. Может быть, вы захотите там, например, вакцинироваться или ещё что-то. То есть будете пересматривать своё здоровье. Шестой дом – это, может быть, вы захотите взять новое животное или маленькое, только что родившееся. Но не берите его в само Новолуния 8-го числа. Возьмите через 2-3 дня. Потому что в само Новолуния лучше не предпринимать никаких действий, не делать никаких дел, а просто смотреть, созидать и медитировать, мечтать. 16 августа Венера в весах. Это ваш восьмой сектор гороскопа. Венера сама символизирует любовь, красоту, деньги. А восьмой сектор гороскопа – это как раз-таки чужие деньги. Чужие деньги – это, может быть, и наследственные дела, которые вы можете получить. Может быть, деньги вашего партнёра, который вам будет давать деньги. Это восьмой сектор гороскопа ещё кредитная история. Да, может быть, вы захотите взять кредит, и вам его, кстати, одобрят. Но никогда, прежде чем что-то взять, подумайте, сможете вы его выплатить или нет. Просто так не берите, подумайте, да, прежде чем что-то сделать. 20 августа Солнышко делает оппозицию к Юпитеру. Юпитер – это планета социальная. Это, вот знаете, поэтому в социуме будет выглядеть это, как мир сошёл с ума, да. Массовое недовольство, какие-то волнения, митинги, демонстрации. Я всех вас призываю к спокойствию и в этот день просто отсидеться дома и ни на какие митинги не выходить. Оппозиция лично для вас будет 6 и 12 дома. Что значит у нас 6 и 12 дом? 6 – здоровье. Да, здесь здоровье может быть 12. Это, опять-таки, ваше уединение. Вы захотите уединиться, но не сможете, потому что вас могут вызвать на работу. Или, допустим, вы захотите куда-то поехать на необитаемый остров, в паломническую поездку, а со здоровьем что-то может подвести, да, и у вас не получится. Да, и вот эта вот конфликтная ситуация. Или с животными, допустим, вам некуда определить своих животных. Ну, допустим, вы договорились с кем-то оставить животных и уехать, да, или уединиться, побыть одному, но не получилось, потому что там что-то случилось, да, и вот договор нарушен. И вы не смогли поехать и остаться в одиночестве. Вот здесь какая-то конфликтная ситуация будет. 22 августа будет полнолуние в Водолее. Об этом я запишу отдельное видео. Это будет ваш 12-й сектор гороскопа. Полнолуние – это итог, завершение, концовка, да, результат. 12-й дом, может быть, это хорошо очень бросать какие-то вредные привычки, например, сигареты, алкоголь, какие-то другие запрещенные вещества. Может быть, вы любите есть очень шоколад по ночам, да, вот эти вредные привычки убрать из своего, не знаю, из своей жизни. 12-й дом – это также может уединение какое-то быть. Ну, для вас, рыбки, это прям вы любите уединяться, вы любите тишину. Может быть, пойти в какой-то лес отдохнуть, да, побыть одному, послушать пение птиц, помедитировать, поехать на необитаемый остров, в санаторий. Очень часто, да, 12-й дом – ассоциация у нас больница, тюрьма, но это вот слишком узконаправленное, да. Это могут быть какие-то ретриты, это может быть изучение магии, таро, руны, психологии, занятия йогой. Это всё идёт по 12-му дому. И здесь уже как итог, да, допустим, вы учились картам таро, и сейчас вы получаете уже диплом, например, или, допустим, это завершение вашей поездки в санаторий, окончание болезни, окончание ретрита вашего. 25-го августа будет оппозиция Меркурия с Нептуном. Меркурий – это интеллект, это ментальный план, и у нас Нептун – это всё сказочное, это всё интуитивное, всё, что мутное, тёмное, непонятное, это те же розовые очки. И здесь, конечно, у вас, знаете, будет такое соревнование, да, что к чему прислушаться, к разуму, или, может быть, прислушаться к зову сердца. Затронет это ваш шестой сектор гороскопа, это, может быть, какие-то вопросы решаются на работе, и вы будете думать, как лучше поступить так, как вам подсказывает мозг ваш, да, или как того желает сердце. А может быть, какие-то, знаете, на работе скрытые ситуации. Может быть, от вас какую-то информацию на работе скрывают, да, и вы догадываетесь об этом. Либо же это может быть что-то связанное с вашим животным. Например, домашнее животное ведёт себя неадекватно. И вы прекрасно понимаете, что животное нужно показать, например, ветеринару, да, потому что вы сами не понимаете, что с ним происходит, но чувствуете, да, интуитивно, что что-то с ним не так. Что касается здоровья, здесь тоже, да, может быть, вы где-то приболели, и разум вам подсказывает, да, нужно обратиться к врачу, или нужно сделать QR-код, да, а сердце там, или там вот этот вот Нептун, розовые очки, говорит, нет, не надо, это страшно, что-то, если ты сделаешь прививку, чтобы случиться что-то страшное, тебя инопланетяне заберут, или ещё что-то, то есть вот что-то вот такое будет, какое-то размышление идти по поводу здоровья, или животных, или на работе. На работе, кстати, может быть непонятная ситуация, может быть, организация будет закрываться, да, и вы чувствуете, что что-то не так на работе, но ещё до конца не понимаете, мозгом понимаете, что что-то не так, а что ещё непонятно, что скоро станет понятно. Ну, вот такой вот месяц, август, будет, дорогие мои рыбки, в 2021 году. Надеюсь, вам понравилась эта информация, была полезной. Не забывайте пальчик вверху слова «благодарю». Ну, и, конечно же, я всем без исключения желаю мира, добра и счастья. Верьте в мечту, мечты сбываются. Ваша звучится обязательно. Пока-пока-пока.